Привет, хоккейный город! Каникулы закончились! Они прошли очень бурно! Матч на матче! КХЛ, МХЛ, ЮХЛ! Столько всего было! Давайте по порядку! Юниорская команда Амура вышла во второй этап отбора на финал России. Команда Амура ЮХЛ сейчас готовится в Хабаровске и сыграет по два раза на выезде и дома. Переходим к молодежке. Тигры отметились индивидуальными действиями. Так, шайба Владислава Черного в матче с Тайфуном стала третьей по красоте в декабрьской подборке лучших шайб молодежной хоккейной лиги. Кстати, эта шайба стала первой в лиге для нападающего тигров. Гол, невероятно красивая, представитель Амурских тигров это бронза. Про вратарей. Спасение Александра Евграфова в Южно-Сахалинске вошло вообще в тройку лучших сейвов декабря. Момент! Евграфов парирует коньком, не видя даже шайбу. А вот в январе в топ-сейвах есть серьезная заявка у Никиты Федорова. Несмотря на много пропущенных шайб от лидеров чемпионата в домашних матчах, Никита Федоров сделал классное спасение в матче с молодежкой питерского СКА. Тигр бросился. Отличный сейв. Ну и супер новости из КХЛ. Во-первых, мы теперь можем наслаждаться хоккеем с трибуны. Матчи проходят со зрителями. Ну а во-вторых, видимо, благодаря такой нашей потрясающей поддержке произошло еще два очень важных события. Воспитанники Хабаровской школы хоккея Дмитрий Лугин и Матвей Заседа очень результативно провели домашние матчи. Дмитрий Лугин помог Амуру установить два клубных рекорда. Подробности найдете здесь, на сайте хоккейного клуба Амур. Ну а Матвей Заседа забросил первую шайбу в КХЛ и в этом же матче с командой из Поднебесной оформил дубль, набрав в итоге три очка за встречу. Матвей Заседа забрасывает свою первую шайбу в этом сезоне и первую шайбу в континентальной хоккейной лиге. Кстати, в следующем выпуске номер восемь сам подробно расскажет о своем пути по хоккейной лестнице. Теперь снова возвращаемся к молодежке. У нас на готове очередная идентификация тигра. В ней вы узнаете, насколько важна вера. Всем привет, я Матвеев Владислав, нападающий командой «Мужские тигры». Готов отвечать на вопросы? Да, готов. Во сколько лет начал играть в хоккей? В семь. Привел крестный папа меня в хоккей. Есть ли прозвище в команде? Моти. Лучший хоккеист всех времен и народов? Марио Лемье, наверное. Хоккей – больше умственная или физическая игра? Я думаю, самый популярный ответ – 50 на 50. Чем полезно заниматься хоккеисту? Ну, я люблю книги читать. Последняя прочитанная книга? Джеймс Хэдли Чейз. Запах денег – детектив. Песня на повторе? Группа «Канзас» – «Кэрион». Любимый сериал? Любимый мажор? Лучший отдых – это? Посмотреть кино в компании друзей. Еда, которая вызывает не аппетит, а отвращение? Майонез. Самая вкусная еда? Пюрешечка с котлеткой. Самая вредная привычка? Поздно ложится спать. Продолжи фразу. Меня раздражает, когда? Когда люди неискренни. Подарки лучше дарить или получать? Дарить. Главное достижение за последние 18 лет? Скорее всего, сдал ЕГЭ. И как прошел ЕГЭ? Сдавал русский биологию. Русский, если не ошибаюсь, 70. 4 балла. Биология – 42. Куда поступил? В спортивную академию нашу. Лучший друг в команде? Данил Беспалов. Естественно. Любимое упражнение на занятиях по физподготовке? Ягодичный мост. Время или деньги? Время. На что потратил первую зарплату? Кроссовки купил. Что купил бы, но пока нет возможности? Я думаю, скорее всего, это машина. Какой суперспособностью хотел бы обладать? Я хотел бы летать, как Супермен. Какая часть твоего тела тебе нравится больше всего? Это пресс. Вот так вот. Вера, надежда или любовь? Вера. Любовь – это? Прежде всего, доверие. Блондинки или брюнетки? Блондинки. Есть девушка? Нет. На этом сегодня все. Берегите себя и друг друга. Болейте хоккейно за наших. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова